Доброе утро! У меня уже день, я пришла в обед в сарай. Ну, здесь дела у нас... Дела идут у нас хорошо. Так. Хотела зерна сыпануть им прямо в кормушке. Я сейчас говорю пока про рожениц про моих. Вот, а потом... Да, а нужно же вас поддоить. Естественно. Что? Роска, видите, уже куда-то на лавку лезешь. Естественно, а то, что мы оставляем козлят под козой, это не значит, что мы вообще оставили и забыли. Конечно, так намного легче. У меня есть на это причина. Причина, ну, во-первых, я всегда оставляла под козой на какое-то время. Время зависит, спрашивают, насколько оставляете. Не могу ответить всегда. Это по-разному, это зависит от обстоятельств. Всегда по-разному. Кого-то вообще на две недельки. Кого-то... Ах ты, Роза, не твой был, да? Ага. От кого-то бывает такая редкая коза, вот, допустим, как Няха, никогда в жизни не кормила. И она всегда сразу после окота... Ну, не кормила, все. Вот я месяц держу с козами, кого-то два, как мне удобно. Ну, вот так разные обстоятельства. А в этом году оставила. Думала прям на несколько дней, прям совсем буквально на немножко и уберу. Ну, так, в принципе-то, прошла уже неделя, ну, вторая только идет. А мне просто нужно... Мне просто нужно... Вот был период, когда мне нужно было ходить в больницы. И еще мне впереди нужно сходить. Поэтому... Поэтому оставила под матерями. Пускай они там. Сейчас, конечно... Все, завтра мне уже в больницу. Но потом мне еще на УЗИ назначат. И нужно как-то их... И нужно все тут переделывать. Ротацию делать. Смотрите, как они на меня смотрят сейчас. Стояли сейчас четвером все в ряд. И на меня тут смотрели так с интересом. Маша, Ваша, ведро перевернули, да? Воду выпили, ведро перевернули. Ладно. Ладно, ладно. Так-то потом заберу от матерей и буду и козьим, и коровью. Коровью у нас, слава богу, есть. Молока не жалко. И чтобы в волю... Всем хватит, я думаю. Вот. Но то, что я оставила козлят под матерями, это не значит прям все оставила. И все вообще забыла. Нужно проверять. Тем более первое время, после первой недели, после окота. И потом нужно проверять, хоть иногда, раз в несколько дней. А первую неделю мы не просто проверяем, а мы сдаиваем. Потому что один козленок, два козленка, три козленка первые дни. Молодива остается, они все не высасывают. И так каждый день. И такие вопросы тоже были, уже сразу отвечаю. До каких пор? Вот первую неделю проверять, сдаивать. Ну, это у всех по-разному. У кого-то ты три дня сдаиваешь, все, а потом уже нет ничего. Потому что козлята... Ну, и у козы молока много, или там козлята много уже начинает выпивать. У кого-то это три дня, а потом не остается молока. У кого-то четыре, у кого-то пять. У кого-то только к семи дням ты доешь. Доешь каждый день. Ну, не доешь, доешь. Раз в день поддаиваешь. Это видно. Ну, то есть ты подошел доить, есть. Значит, ты доешь и завтра еще подходишь. А если ты подошел и там капельку только сдаил, все, переставайте. Козлята, значит, они уже подросли, окрепли, и они уже начали хорошо прям так высасывать. А иначе можем мы испортить в имя, да, мы. Как бы теоретически. Ну, как бы так-то не мы, козлята. Но за ними, но хозяева-то мы. И нужно проверять. Даже двое козлят у меня у кого? У помылки, что ли, поначалу? Двое, а сосали с одной доли вдвоем. Конечно, они будут подрастать, молока будет мало. Они будут и со второй начнут, но они могут испортить в имя. Или там одна козочка, ну, хоть двое, хоть сколько их. Вот бывает, они присоснутся только к одной стороне. Бывает все хорошо, равномерно, и даже один козленок пососет с одной стороны, и с другой стороны, и все замечательно. А бывает, вот они как приклеятся к одной доле, и все. И в имя, понимаете, кособок, и все, испортилось в имя. Поэтому мы проверяем. Хоть козлята под козой, в имя мы проверяем. Сейчас, сейчас, шоколад, до вас, до вас дойдет. Давай, все, уходим. Давай, все. Давай, все, уходим. Побалдите, иди, давай. У помылки даже выдаивать нечего Но там еще можно понажимать Но ни к чему видно Вымюшка все равномерная Мягенькая Козлята высасывает У нее два козленка Мальчик и девочка И козлятки высасывают Все хорошо и равномерно Вымюшка мягенькая Все со всех сторон Все одинаковое И нечего там дергать Там еще можно надоить Но вообще ни к чему Просто сейчас подожду Чтоб она зерна поела Ну можно сыпануть им в общие кормушки Но раз уж я затеяла сейчас Эту дойку проверку Ну пускай они из ведра Каждая и поест А я подожду Ну немножко Частые вопросы Сколько даете зерна Как они были Так они и есть Да? Ну новенькие люди Я не замеряю А дойные козы у меня получают Когда доятся То есть она вышла Уткнулась в ведро Пока я даю Она ест А когда я даю Когда я даю им в кормушке Сыплю Я никогда не замеряю Ну стадо Большое стадо Как вы себе представляете Если они едят Все со мной кормушки Сколько я даю козе Я сыпанула в кормушку И все дела Когда они у меня беременные И все Все Они не доятся Когда они все В одном загоне С одной кормушки едят Когда дойные Они едят каждое Когда доятся С утра и вечера Это родила Средство помылки Тоже ничего Нет Ну видно Что высосано Уже к двум неделям Козлят Ну слава богу Все тоже хорошо Но с одной стороны Немножко было побольше Молочка Но я сдаила У этой вымя плотная У нее одна козочка Роза 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 Иди сюда Иди Роза Молодец Молодец Становись Давай Садо Что тут у нас Умница Хоть кровь не хлыщет Роза 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 Глотки давай Самый голодный Конечно Роза 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 С одной стороны Кончилась А с другой С одной стороны Кончилась А с другой С другой С другой стороны уняшки нету уняши один но козел сейчас немножко хватит давай Продолжение следует... 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 Продолжение следует...